Дмитрий Солонин Глава 32 Красноярский край, посёлок памяти 13 борцов. 20 июня-суббота, 21 час 10 минут. Радиационный фон 93-155 микрорентген в час. Следом за взрывом громыхнуло ещё раз чуть слабее. Тут же нестройно затрещали автоматы, раздались беспорядочные хлопки винтовочных выстрелов. «Это что за херня?» Я подскочил и вопросительно посмотрел на рентгена. «Гости!» — пожал плечами знакомец и зажал кнопку передачи на тангенте радиостанции. «Рентген 7! Рентген 7! Общая команда сбор!» Схватив висевшую на спинке кресла разгрузку и сноровисто натянув её поверх бронежилета, знакомец поинтересовался. «Ты на колёсах?» Я кивнул в ответ, глядя на поднимающийся над домами столб густого чёрного дыма. В той стороне, кажется, участковая больница и... Ребята! В груди похолодело. «Давай в машину бегом! Поедешь за нами!» «Дима! Очнулся быстро!» Лёгкий, но чувствительный удар в солнечное сплетение вывел меня из нахлынувшего состояния ступора. Несмотря на вспыхнувшую боль, мысли в голове моментально пришли в порядок. «Бляха!» Выдохнул я. «Не за что!» Рентген хлопнул меня по плечу и, рванув к дому, крикнул. «В машину! Переключись на нашу частоту! Большой зараза! Где тебя носит?» Я побежал калитке, нащупывая в кармане брелок ключей. Мысль о том, что с ребятами могло случиться что-то страшное и непоправимое, заставляла меня внутренне сжиматься в комок. Но сейчас был явно не тот случай, когда можно дать волю эмоциям. Тряхнув головой, я забрался на водительское сидение транзита, запустил двигатель и стал ждать. Бойцы рентгена уже распахнули ворота ближайшего участка, и сейчас оттуда, чадя выхлопом, выползал знакомый мне БТР-82А с бортовым номером 002. Развернувшись на небольшом пятачке и развалив кормой ветхий деревянный сруб колодца, бронетранспортер взрывел двигателем и пополз по улице. Следом за ним выехал тигр с автоматическим гранатометом на крыше, поморгал мне аварийкой. Ага, понятно, за ним, значит. Я резко тронул форт с места, из-под колес полетели комья грязи, и микроавтобус немного занесло в сторону. Крутанув руль, выровнял машину и глянул зеркало заднего вида. С территории участка высыпали человек 20 в полной боевой экипировке и, разбившись на две колонны, двинули следом за автомобилями. Вспомнив про радиостанцию, я вытащил ее из-под сумка, включил и попытался вызвать Алана или Макса. Раза с третьего мне ответил Щукин. Диман, тут жопа просто. Мы в больнице, в больнице. Не вывозим ник, блядь. Макс, держитесь, мы идем к вам. Идем к вам. Прокричал я до хруста, вдавив кнопку на тангенте. Так, теперь на частоту рентгена. Я переключил канал, и эфир тут же ожил переговорами. Участковый сказал, гости на автобусе и грузовике приехали. Сразу начали бойню в больнице. Кто на хера он не знает. Сам заблокирован, где-то на втором этаже ведет бой. Так что к больнице прямым ходом, но аккуратно. Большой двойке. По целям работай с пулемета. Пушкой ты все село расхуяришь. Принято, большой. Вижу, дым горит. Правое крыло больницы, соседние постройки. Народ бегает, кто пока не пойму. Двойка рентгену. На приеме, командир. У тебя на развилке магазин стоит. Укройся за ним и наблюдай больницу. Принято. Сейчас, правее тогда смещусь. Барс, граф, АГС готов? Всегда готов. Принял. Двойка, давай в сторону. Бронетранспортер вильнул вправо, прижимаясь к кирпичному одноэтажному зданию хозяйственного магазина. Тигр тут же ускорился и шустро покатил в сторону горящих зданий. Я притормозил, пропуская перебегавших дорогу испуганных женщин в сопровождении вооруженных, чем попало местных дружинников, и снова нажал на педаль газа, намереваясь догнать бронеавтомобиль, но из радиостанции раздался нервный голос рентгена. Дима, не лети, блядь, тигру нихера не будет, а за тобой пацаны идут. Притрись к забору по левую сторону, машину бросай и мухой к автобусной остановке. Принято. Бросил я в радиостанцию и осмотрелся. Левее магазина, чуть в стороне, стояла бело-синяя бетонная коробка остановки. Перед ней угол забора одного из участков. Сюда, значит. Пробормотал я, прижимаясь влево. Транзит стал практически вплотную к забору, поэтому я, кряхтя и матерясь, полез к пассажирской двери. Здесь двойка, наблюдаю противника, человек пять. Мародерки, походу, в грузовик лезут. Ты не наблюдай, ты захерач по ним. Ща оформим. Когда я выскочил из транзита, башенное орудие бронетранспортера деловито застучало, поливая невидимых мне грибов шквалом 30-мм снарядов. Несладко им там сейчас, ой, как несладко. Несколько здоровенных гильз звонко отскочили от кузова Форда. БТР дал еще очередь и стал откатываться назад. Я же, прижав к груди автомат и низко пригнувшись, со всех ног рванул в сторону автобусной остановки. Двойка рентгену, там месиво меняю ленту. Принято двойка, как будешь готов, долби на подавление, мы к больнице двинем. Не вопрос, командир. Ты нахера с пушки-то залупил? Кнопки перепутал, честное пионерское. Валер, скажи же, а? Подтверждаю. Детский сад, штаны в солярке, блять, а не экипаж. Давайте без приколов. Пока я бежал над головой, пару раз что-то неприятно просвистело. Пуля, очевидно, что же еще. Я подумал об этом как-то отстраненно, стараясь сосредоточиться на дыхании и синебелой бетонной стене, которая была все ближе. Уже у самой остановки я вскинул автомат и дал короткую очередь в сторону видневшихся вдалеке силуэтов. В ответ просвистело снова, ощутимо ниже и точнее. Быстрее, блять! Рентген высунулся из-за остановки и махнул мне рукой. На месте! Пыхтя доложил я, оказавшись в укрытии. Что делаем? Воюем, ухмыльнулся знакомец. У тебя со стрелковой подготовкой как? Средненько. Пожал я плечами. Здесь! К нам прибежали еще четверо бойцов, один из которых тащил на плече пулемет ПКП, более известный в народе как Печенек. Легко так тащил, будто биту для лапты. Зингер, заебись! Обрадовался Рентген. По моей команде херачишь половиной короба по Уралу и Пазику. Броня тебя поддержит. Эти суки хер высунутся под таким огнем. Принял. Кивнул пулеметчик и присел на колено, раскладывая сошки. А мы, господа! Знакомец обвел остальных бойцов взглядом и задержал его на мне. Мы в темпе вальса летим к больничке и накапливаемся у боковой стены. Плакат с рекламой стоматологии, видите? Вот прямо под ним. Бес замыкаешь. Я выглянул за угол. На небольшой площади перед больницей стояли бортовой армейский Урал и желтый пазик с надписью «Дети» на борту. Урал вовсю дымил пробитым радиатором, а автобус накренился на бок, просев на спущенных колесах. Чуть левее стена больницы, на которой трепыхался огромный, наполовину оборванный бело-зеленый баннер «Доступная стоматология». «Я стоматологов не люблю», — хохотнув, сообщил один из бойцов. «Первым на прием пойдешь, значит», — приказал рентген. «Командир, знаешь, какие у них цены сейчас? Требую премию». «Бабай, хорош звездеть!» «Так, Зингер, огонь по моей команде, двойка то же самое». «Готовьте ваши ушки, блядь». «Начали!» Печенек и бронетранспортер открыли огонь одновременно. Я заранее приоткрыл рот, следуя совету незнакомого Бабая поберечь ушки. Однако это не сильно помогло. Пулеметчик лупил частыми короткими очередями, автоматная пушка БТРа, наоборот, долбила размеренно и степенно. Рентген махнул рукой и побежал к больнице. Бабай с еще одним бойцом рванули следом. «Пошел, партизан, пошел!» Крикнул бес и потолкнул меня в спину. Глубоко вдохнув, я вскинул автомат и сорвался с места. Целенаправленно бежать в сторону толпы вооруженных мужиков, пусть даже и находящихся под плотным пулеметным огнем, задачка для сильных духом и имеющих определенную подготовку людей. Страшно, сука! Охренеть, как страшно, скажу я вам! Я обладал только духом средней степени паршивости, длинными ногами и стареньким АКСУ, поэтому в стрельбе на бегу, в отличие от рентгена, его ребят упражняться не стал. Перескакивая ямой, выбоины в асфальте, я завороженно наблюдал, как снаряды автоматической пушки выгрызают из пазика кусок за куском. Пару раз появившееся было в окнах автобуса фигурки людей буквально разрывало прямыми попаданиями. «А что вы хотели? 30 миллиметров – это вам не это!» На ее фоне печенек, увлеченно дырявивший, замерший по соседству Урал, даже как-то теряется. «Бордюр!» – крикнул пыхтевший за спиной бес и дал короткую очередь куда-то в сторону. Мысленно поблагодарив бойца, я перепрыгнул, едва заметно из-за высокой травы раскрошившийся бордюр пролетел по инерции пару метров и оказался под защитой больничной стены. «Живые, целые!» – коротко бросил рентген. «Баба, порядок!» «Турист норма!» «Без норма!» «В порядке!» – тяжело дыша доложил я. «Курить меньше надо!» – ухмыльнулся знакомец. «И позывной себе придумай, а то не солидно!» «Так, бабай с туристом, держите площадь! Без Дима прикрываем Зингера!» «Зингер-рентгену!» «На приеме, Зингер!» «Мы дошли!» «Двойка, что с бока у тебя?» «Пушка плюется, а пока цеха полная пока!» «Заебись! Пулеметом прикроешь Зингера! Когда он дойдет, гони к площади левее Урала!» «Венгену точни! Левее – это где крыльцо больницы и приемный покой?» «Да, туда! Под твоим прикрытием будем заходить в здание!» «Принято! Валерий, сейчас стартанем, готовься!» Пулеметчик рванул в нашу сторону, башня бронетранспортера плюнула облачками дыма, сопровождавшимися едва различимым по сравнению с автоматической пушкой треском. Я присел на одно колено и вскинул автомат, выцеливая противника у брошенных посреди площади автомобилей. Ага, есть один. В полицейском бушлате и каким-то карабином в руках. СКС у него, что ли? Не разобрать. Целик с мушкой сошлись на бородатой голове, обмотанной банданой защитного цвета. Хмыкнув, я повел стволом чуть ниже. Это только в компьютерных играх получается произвести точный выстрел в голову противника и моментально его уложить. На деле супостат может пригнуться, случайно мотнуть головой или вообще подпрыгнуть, поэтому я целился в торс. Бородатый поднял карабин, что-то крикнул, и я нажал на спусковой крючок. Автомат дернулся в руках, зашлепали по земле гильзы. Мужик выронил карабин, взмахнул руками и грузно повалился на бок спиной ко мне. «Вот сука!» — крикнул я, стиснув от гнева цевьё автомата. «Рентген, ты глянь!» «Щё там, блядь?» — раздраженно спросил знакомец, меняя магазин. «А ты глянь, говорю!» На бушлате убитого бородача чуть ниже нашивки со словом «полиция» был криво нарисован белой краской ядерный гриб. «Ёбаные глаза!» — прошипел рентген. «Эти-то здесь откуда?» Завывая двигателем, мимо нас проехал бронетранспортер, огрызнулся в сторону площади короткой очередью автоматической пушки и свернул за угол крыльцу приёмного покоя. «Так, броня кроет, мы заходим!» — прокричал рентген. «Дима, аккуратней, башкой чаще верти!» Я сконфуженно повертел башкой, дал несколько неприцельных очередей в сторону автобуса, за которым снова кто-то зашевелился. «Да сколько их там!» А КСУ недовольно щёлкнул, сообщая об опустевшем магазине. Я рванул из-под сумка разгрузки, снаряжённый магазин сноровисто заменил им пустой. Не зря охолостил вечерами, нарабатывая механику перезарядки. Получилось вполне прилично. Достав патрон в патронник, я переключился на одиночный огонь, сделал пару выстрелов по мелькнувшему в окне автобуса силуэту и бочком стал смещаться за бойцами рентгена. «Угол! Угол чисто держу!» «Понял, подхожу! Правее у ларька двое, Зингер здесь!» «На месте, командир!» Меня обогнал пулемётчик, на ходу менявший короб с лентой. Присел возле рентгена, осторожно высунулся за угол. «О, тот магазинчик зелёный!» Уточнил он. «Да, причеши его, бронебыка сэкономим!» «Всё будет!» Кивнул Зингер. «Все внимание!» Крикнул рентген. «Заходим в здание!» Ну, выдохнул я, искренне жалея об отсутствии бронежилета и шлема. Понеслась! «Рентген 7!» «Доложиться!» «Здесь Большой, работаем правее вас из частного сектора!» «Ориентир дом с красной крышей!» «БК хватает, потерь не имеем!» «Вас видим, гостей видим!» «У них двухсоток!» «Пиздец!» «Отходят, суки, вниз по улице!» «Большой, принял тебя!» «По возможности пробивайтесь к больничке!» «Мы втягиваемся на первый этаж!» «Слепой рентгену!» «У нас порядок!» «Заня крышу барака левее вас получается!» «Видём беспокоящий огонь!» «Гостей штук пятнадцать уходят в сторону здания сельсовета!» «Раненых побросали!» «Принято, слепой!» «Оставайся пока там!» «По изменению обстановки докладывай!» «Двойка рентгену!» «Мне туда же куда!» «Блядь!» «Тут стой пока!» «И молись, чтобы к гранникам не прилетело под жопу!» «Лучки наш!» «Двойка охерел!» «Это не я, это Валера!» «Кристиан, ты попутал, что ли?» «Дал бог экипаж, блядь!» «Так, все!» «Заходим!» «Первая двойка рентген с бабаем скрылась в дверном проеме приемного покоя. Сами двери, сорванные из петель, валялись на крыльце. Сильно посеченные осколками стены наводили на мысль о том, что здесь неплохо так рвануло. «На месте! Чисто!» «Доложил рентген!» «Понял, чисто иду!» Крикнул бес и посмотрел на меня. «Давай со мной! Зингер с туристом замыкают!» «Я кивнул и сделал несколько глубоких вдохов через нос. Волнительно, знаете ли, входить в здание вместе с бойцами спецподразделения, когда ты ни разу к этому подразделению отношения не имеешь. Отсутствие средств индивидуальной бронезащиты в такой ситуации воспринимается как личная катастрофа, потому что бой в помещении — ни хрена не бой на улице. Да и откуда этим средствам взяться? Изначально я ведь шел здоровье поправить, да с рентгеном парю рюмок чая выпить. Еще и руки трясутся, зараза!» «Рванули!» Гаркнул бес. Я сорвался с места, неотрывно следуя за камуфлированной спиной бойца. Пригибался, когда пригибался он. Выбирал сектора возможного огня, противоположные стволу его обвешанного тюнингом автомата. Короче говоря, действовал довольно грамотно. Водушевившись, я проморгал торчащую из развороченного дверного косяка арматуру и врезался в нее покалеченным плечом. Тихо взвыв от резкой вспышки боли, я добежал до стола, где еще пару часов назад сидела дежурная медсестра. Присел возле него, взяв на прицел вход в здание, и сквозь зубы доложил. «На месте! Чисто!» «Чисто!» — продублировал бес. «Принял, иду!» — крикнул с улицы Зингер. Приемный покой, еще недавно встретивший меня чистотой и редким нынче электрическим освещением, сейчас походил на декорации к фильму про войну. Под ногами росы пестреленных гильз, стеклянная крошевая, осыпавшаяся штукатурка, стены пестрят отметками пулевых попаданий, а двое солдат, Чернышов, вроде и парнишка из деревни со смешным названием «Мамыри», замерли изломанными куклами в лужах крови. При виде тел я скрипнул зубами от злости. Где-то здесь ведь и маг с ребятами, и дежурная медсестра, и хирург, зашивший мне плечо. Ожоговое отделение, в котором творятся такие ужасы, которых эти поганые грибы в жизни не видели. В глубине здания и на втором этаже все еще раздавались редкие выстрелы. Наверное, часть штурмующих не успела отойти и теперь пыталась покинуть здание или добить выживших. «Вингер на месте! Тури здесь!» Боец с пулеметчиком влетели в приемный покой и рассыпались по окнам, заняв позиции для отражения возможной атаки с улицы. «Так, внимание!» — крикнул рентген. «Организованно давим второй этаж, первым займется граф со своими отморозками. Дима!» «Да!» — стрепенулся я. «Каску с убитого сними, тебе нужнее!» — посоветовал знакомец. Я не стал спорить, понимая, что без шлема на втором этаже делать абсолютно нечего. Растегивая подвесную систему, невольно вздрогнул, прикоснувшись к еще теплому лицу убитого. «Чернышов, чернышов!» Выдохнул я, стягивая шлем. «6Б-27» — гласила маркировка на внутренней стороне. «Не новенький горшок, конечно, но так ведь и я непривередливый. Интересно только, куда бронежилеты с убитых солдат делись?» «Обмародерил кто-то!» Сквозь зубы процедил рентген, заметив мое замешательство. «Давай-давай, не сидим!» «Граф, рентгену!» «На приеме, граф!» «Отработали граником по сельсовету, подъезжай к больнице, обозначься!» «Торой этаж выше окон приемного покоя, первый этаж и пристройка на тебе!» «Понял, принял, рентген!» «Только аккуратно, блядь, там гражданские могут быть!» Миновав лестницу и втянувшись в коридор второго этажа, мы заняли позиции перед дверью, ведущей в ожоговое отделение. Внутри было подозрительно тихо. Рентген достал из разгрузки занятный девайс, велосипедное зеркальце, припаянное к телескопической рукояти. Лег на пол, подсунул зеркальце по дверь и пару минут напряженно сопел, изучая обстановку. «Не видать никого!» – тихо сообщил знакомец, повернувшись к нам. «В коридоре пусто, но замки не вижу, могли и растяжку примотать. Может, постучать?» – предложил я. Собравшиеся на этаже посмотрели на меня как-то странно, но рентген согласно кивнул. «Эй, живые есть!» – крикнул знакомец, на всякий случай сместившись ближе к стене и несколько раз стукнул по двери стволом автомата. Спустя пару минут изнутри послышалась какая-то возня, щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Сначала немного, а потом вдруг распахнулась полностью под весом свалившегося на нее окровавленного тела. Глава 33. Красноярский край, поселок памяти 13 борцов. 21 июня, суббота, 23 часа, 0 минут. Радиационный фон 90-135 микрорентген в час. «Принимайте его! Осторожней, блин!» Рентген помог бойцам оттащить раненого и, вскинув автомат, исчез за дверью. Без с туристом аккуратно уложили окровавленного мужчину в полевой военной форме на пол. Кто-то достал свернутая понча и подложил ему под голову. «Ох, ебать! Но в целом чисто!» – доложил Рентген. «Тут еще дверь, двое ко мне!» «Иду!» Бабай хлопнул Зингера по плечу, и они шустро двинулись следом за командиром. «Что с мужиком? Кто это?» На этаж поднялся боец с необычным квадратным рюкзаком на плече. Помимо странной формы, рюкзак выделялся нашитой спереди эмблемой зарубежных парамедиков. «Сэрый, тебе внизу раненых мало!» С ухмылкой поинтересовался турист. «Там холодные все!» Отмахнулся Серый. «Медик наш!» Объяснил мне турист. «Раньше из командировок не вылезал, а все деньги, заработанные на импорт и ништяки, спускал. Сумки всякие, бинты, гомоэти, гомостатики, во! Гемостатики!» Поправил медик. «Ваши жопы и миштопы, между прочим. Так что с раненым?» «А что с раненым? Я мельком осмотрел мужчину и тяжело вздохнул. Определенно плохо. Лицо и кисти рук покрывают множественные осколочные ранения, вздрагивает от неровного хриплого дыхания излохмаченный бронежилет, из-под которого обильно сочится пропитавшая китель кровь. В подсумках раскурочены автоматные магазины, фарш из пластика и микросхем, наверное, радиостанция. Мутноватый взгляд заплывших глаз медленно обводит наши лица. В сознании, значит, пока что в сознании. «Тяжелый», — заключил турист. «Прям сильно тяжелый». «Мы разберемся?» — пробормотал серый, сноровисто расстегивая бронежилет. «Лицо и руки херня, тут заброневая травма по-любому и... Блядь!» «Че там?» — спросил бес, уже занявший позицию у лестницы и державший ее под контролем. «Легкая и брюшная!» — покачал головой серый. «Кровь я остановлю, но надо оперировать по-любому». «Операционная и хирургия там, дальше по коридору». Я махнул рукой в сторону двери, за которой скрылись рентген с бойцами. Недавно плечо у них латал. «Да мы в курсе!» — кивнул турист. «Когда в поселок входили, первым делом изучили расположение и планировку ключевых объектов инфраструктуры. Пока этаж полночью не зачистим, в хирургию не попадем». Добавил бес. «Так что ждем рентгена». «Кровотечение постараюсь остановить», — кивнул медик. «Ребят, у кого пакеты перевязочные рядом, киньте мне, тут ногу надо». «Подождите». Попытался вдруг сказать раненый и закашлялся, на губах сразу же проступила розоватая пена. «Легкая». Выдохнул серый и придержал мужчину за голову. «Вы лежите, лежите, сейчас помогу, все хорошо». Он сказать что-то хочет. Я наклонился к раненому и заметил полевые звездочки прапорщика. На воротнике петлица медицинской службы. Не про него ли мне говорили солдаты в приемном покое? «Вы ведь градский, да?» — спросил я. Раненый с трудом кивнул и снова закашлялся. «Откуда вы?» — пробормотал он. «ФСБ?» — коротко ответил серый. Прапорщик едва заметно улыбнулся. «Пришли, значит. Там дверь». Градский посмотрел в сторону коридора. «Они открыли... дверь». «Там наши ребята сейчас, все хорошо», — заверил раненого турист. В ту же секунду со стороны коридора раздались короткие автоматные очереди и сдавленные крики. Одновременно с этим на лестнице, ведущей на первый этаж, тяжело забухали ботинки. Где-то раздался мощный хлопок, посыпало стекло. И все стихло. Отделение хирургии, как в принципе и весь второй этаж, пострадало не сильно. Здесь пытались занять оборону около десятка сектантов, но получилось у них, откровенно говоря, не очень. Во многом благодаря прапорщику Градскому, который одному ему известным образом заманил сразу пятерых грибов в небольшое фойе в начале коридора и методично истребил. Что происходило дальше, прапорщик рассказать уже не смог, потерял сознание. Серый, заручившись поддержкой местного фельдшера и дежурной медсестры, обнаруженных в одной из палат, перенесли Градского в операционную и закрылись там, строго запретив посторонним ломиться в дверь. Оставшихся сектантов ликвидировали рентген с ребятами, видимо, те, поняв, что с больницы ничего толкового не выйдет, а отступать бесполезно. Напоследок наелись неких веществ, поэтому избавиться от них не составило никакого труда. Вообще, на втором этаже оказалось неожиданно многолюдно. В палатах обнаружились несколько солдат и сержантов из медицинской роты Градского, защищавших пациентов, и нескольких медсестер с парой опустевших автоматов и пистолетом Макарова. Анна Николаевна, та самая заведующая Ожоговым, умудрилась заблокировать свое отделение непроходимой баррикады из кровати и шкафов. А в столовой, выходившей окнами на площадь, я с огромным облегчением нашел ребят. Саныч сидел возле дальнего окна, устало опершись на своего тигра. Возле его ног валялась россыпь пустых магазинов и стрелянных гильз. На подоконнике разреженный Макаров. Рядом, периодически поглядывая на улицу и поправляя на ремне невесть, откуда взявшийся ручной пулемет Калашникова, мрачно затягивался папиросой взлохмаченный Щукин. У сваленных к стене обеденных столов шипел и матерился, баюкая перевязанную руку Алан. Участковый, уполномоченный Беляев, грозно, не стесняясь выражениях, отчитывал кого-то по радиостанции. Свежая повязка, пропитавшаяся кровью, белеет на голове. Поверх форменной голубой рубашки с галстуком бронежилет разгрузка. Солдатики с повязками на плечах, красный крест на белом фоне, деловито таскали носилки с ранеными, спорила с пожилым майором дежурная медсестра в бронежилете. Та самая из приемного покоя. Видимо, догадалась броник у кого-то из убитых солдат позаимствовать. Чернышов и Мамыри, кажется. Увидела меня, улыбнулась коротко и заспешила по своим делам. Я же нервно озирался по сторонам, вглядываясь в лица. Нигде не было Сергея Борисовича, хирурга. А еще я не мог найти Сашу. Здорово, бандиты! Я крепко пожал руки Санычу с Максом, а Лана, ввиду полученной травмы, деликатно хлопнул по плечу. «Рука как?» Поинтересовался я. «Жить буду!» Товарищ скривился и осторожно потрогал бинты. «Мясо разодрало до кости, урачиха горит, шить надо, но потом...» «А я говорил, нехер локти выставлять, когда стреляешь!» Хохотнул Щукин. «Наука теперь будет, а то насмотрятся кино старого и выделываются!» «Да блин, оно как-то резко случилось!» Смутился Константиныч. Просвистело, и все, потекло горячее. «Это хорошо, что просвистело!» Заметил Макс. «Свою пулю не услышишь, пословица такая короче!» «Ты, Диман, бегаешь смешно очень!» Сказал Саныч. «Я с крыши видал, как креветка, блин!» «Иди ты!» Отмахнулся я. Зато дырок лишних в тушке не появилось. «Там такая жесть творилась!» Саныч посмотрел на меня, и я заметил, что один глаз у него нехорошо дергается. «Эти-то повалили неожиданно! Сначала в паре улиц отсюда заруба случилась, с ополченцами местными! Мы думали, ты в больнице еще, рванули сюда, а тут... Тут уже вовсю стрельба! Участкового встретили, он вообще как Рэмбо бежал с пулеметом! Двумя автоматами, рюкзак цинками забит! Охеренный мужик, короче говоря! Ну мы и начали с ним сверху отстреливать, кого можем! Нормально так повоевали, только рука болит теперь, вот! «Ребят, а Саша где?» Набравшись смелости, спросил я. В углу, где мы стояли, повисло напряженное молчание, слишком напряженное, первым заговорил Макс. Мы, когда наверх поднялись, она выстрелы услышала, из кабинета на первом этаже, там, короче, хирург местный отстреливался от кого-то. «Сашка говорит, я сейчас, и туда рвануло. Мы следом, но нас пулемет прижал. Хорошо так прижал, еблище не высунуть. А когда высунули...» «Где Саша?» Еще раз спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Забрали ее». Мрачно ответил Алан. «Ей, хирурга местного, может, еще кого я не знаю». «Вариантов догонять не было никаких», — добавил Саныч. «Но участковый, говорит, знает, где они могут находиться, так что, думаю, надо двигать туда». «Не только участковый знает, господа». Внезапно раздался голос рентгена. «У нас в том неспокойном поселке тоже кое-какие делишки, знаете ли. Можем составить компанию, если хотите. Вместе оно все веселее. Только друзей надо дождаться и сразу в путь». В общем итоге, приверженцами секты Великого Огня похищены 8 человек. Рентген потер глаза и устало опустился в кресло. «В наших условиях невозможно было организовать нормальную оборону поселка, а добровольцы, первые вступившие в бой, понесли серьезные потери. 12 убитых. 12». Потери сектантов, конечно, несоизмеримы, там убитыми полсотни наберется. «Похищенные имеют медицинское образование в основном», — кивнул участковый. «Начальник, хирург, анестезиолог, стоматолог. Девушка, понятное дело, попала к ним чисто случайно. Не досчитались еще двух медсестер, полагаю, их тоже забрали». «Если похищают медиков, значит, к чему-то готовятся, а своих им не хватает». Знакомец отхлебнул минералки из бутылки и задумчиво посмотрел на Беляева. «У нас есть предположение, что к чему-то более серьезному, чем штурм поселковой больницы. Поделитесь?» — спросил участковый. «Пока не могу». Вздохнул рентген. «Оперативная информация». «Понимаю», — согласился Беляев. «Но ведь и делать что-то надо». «Еще как надо! Сидим здесь! Головы в жопы засунули!» Не выдержал я. Собравшиеся в опорном пункте полиции удивленно посмотрели на меня. «Да и хрен с ними, пусть смотрят. Сашу я знаю уже лет шесть, и то, что она сейчас неизвестно где, вообще не способствует спокойному взгляду на вещи». «Осади, пожалуйста», — попросил рентген. «Действовать нужно, согласен, но на эмоциях рвать за грибами этими, говно затея, согласись». «Я молча кивнул, сам ведь прекрасно понимаю ситуацию, а нервишки зараза пошаливают». «Нам известно место, куда предположительно направляются сектанты», — продолжил знакомец. «Но это совсем не деревенька в три домика. Мы предполагаем серьезное вооруженное сопротивление». «А бронетранспортер?» «Зачем-то обреченно», — спросил я. «А боекомплект? А топливо?» В тон мне ответил рентген. «Извини, постапокалипсис только начался. Соляру мы сами еще не гоним, и патроны из гвоздей и гильз не собираем». «Да слушай, бестолыч, а то выпру тебя на крыльцо курить и свежим таежным воздухом дышать». «Извини, тревожно очень», — скривился я. К тревоге примешался стыд за свою несдержанность, поэтому я предпочел заткнуться и дышать носом. «Значит так». Знакомец обвел собравшихся взглядом и прокашлялся. «Операцию по освобождению заложников начнем утром. У нас там на месте будут свои задачи, но медицинские специалисты и гражданские в приоритете. Полиция и силы самобороны останутся в борцах. Тут беженцы, которые и так напуганы после сегодняшнего. В нагрузку выделю пятерых бойцов для подстраховки». «У вас же и так мало людей», — удивился Беляев. «Не страшно», — улыбнулся Рентген. «Мы друзей дождемся, как раз через пару часов должны быть». «Что за друзья-то такие?» Поинтересовался я, когда народ начал потихоньку расходиться по своим делам. Знакомец улыбнулся и жестом пригласил меня на крыльцо. «Сигаретку?» — предложил он. Я кивнул и, взяв предложенный красный Винстон, с наслаждением закурил. «Скажи, Дим, ты вот так себе все это представлял?» «Не понял», — удивился я. «Ну, апокалипсис», — пояснил Рентген. «Даже в книжке у тебя все как-то веселее было. Больше надежды какой-то, веры в людей. А сектантов не было, кстати говоря. «Допишу когда-нибудь», — ухмыльнулся я. «Не так представлял дружище, совсем не так. Если честно, думал в реальности, сгорю в первые же секунды после ядерного взрыва. С моей-то удачей. Писать книжку ведь всегда легко. Выпил пиво и придумывай сколько душе угодно. А на самом деле, такое количество совпадений, случайностей, столько людей. И я нифига не герой, а просто крендель с ворованным автоматом». «Ну, сегодня знатно повоевал». Рентген хлопнул меня по плечу и протянул еще сигарету. «Про запас. Уснуть ты все равно не сможешь. Иди-ка, ребята, а я мужиков встречать пойду. Они, кстати, потом на Железногорск пойдут. Так что вместе и двинем, думаю». «На Железногорск?» «Ну да». Пожал плечами рентген. «Куча народу, между прочим. Так что попробуй выспаться. День долгий будет. Но сначала приведите в порядок оружие и экипировку. Пожрите поплотнее. С нами завтра поедете». Сменяли друг друга километровые столбики на обочине. Сытые довольно урчали мощные двигатели тяжелой техники. Колонна растянулась почти на километр и неторопливо ползла по федеральной трассе, огибая заторы из брошенных автомобилей. Шустрый бронеавтомобиль «Тигр» со спецсигналами и красной полосой на сером борту впереди. За ним груженные камазы защитного цвета, топливозаправщики, несколько бронетранспортеров и БРДМ. Ближе к концу колонны МТЛБ и пара Уралов с красными крестами в белых кругах. Камуфляж у брони разный, к разным ведомствам относящийся, да и остальная техника единобразием не слишком отличается. Все надписи и опознавательные знаки закрашены, сняты государственные регистрационные знаки, синие, черные, белые, неважно, какие они раньше были. Сейчас их сменили новые трехзначные тактические номера, аккуратно выведенные белой краской на бортах машин, и башня к бронетехнике, а по соседству с этими номерами появились уже подзабытые, но все еще о многом напоминающие буквы ЧК. У указателя памяти тринадцати борцов колонна сбросила скорость, тигр моргнул левым поворотником и свернул с асфальта на грунтовую дорогу. Рентген, рентген, здесь Агат. На приеме, Агат, слушаю. Прошли точку два, повторяю, прошли точку два. Как обстановка у вас, прием? Радужный Агат, ждали радугу, а приехали вы. Небо в тучах, рентген, какая тут радуга. Все в порядке, проезжайте, Агат, сейчас к вам патрульная приора подъедет, покажет дорогу. Принято, рентген, Агат 7, на точке порядок, сворачиваем с трассы. Внушительная колонна техники минут пять ползла по раздолбанной дороге за окнами домика. Я в который раз захлопнул крышку ствольной коробки АКСУ, отложил в сторону ветошь и флакон с нейтральным оружейным маслом. Вроде бы и стрелял немного, а автомат чищу уже второй час. С непривычки, видимо, маловато еще опыта в таких вещах. Ты спать-то собираешься? Спросил у меня Саныч, лежавший на кровати в обнимку с Зевсом. Ага, собираюсь. Кивнул я и погладил сидевшего в ногах Декстера. Тот тревожно дернул ухом и покосился на меня. Тоже за Сашу переживает, гадалки не ходи. Я так понимаю, друзья рентгена в поселок входят. Заключил Макс, поглощавшись за столом у соседнего окна доширак. Тусовка серьезная намечается, грибы охеряют от такой радости. Только не пойму, кто это. Техника и армейская вроде, и Росгвардии, а познавательных знаков нет, только чека какой-то. Чрезвычайный комитет, полагаю. Протянул с кровати Алан. Хотя лучше бы комиссия, флаги хоть есть? Ну да, триколор, ответил Щукин. И то хорошо. Убрав автомат, я присел на край кровати и задумался. Интересно, все-таки жизнь устроена. Бывает, по несколько месяцев дни между собой только цифры в календаре отличаются. А бывает, за неделю случается больше, чем за всю сознательную жизнь. Но я не жалуюсь, нет. Ведь если что-то происходит, значит оно должно происходить. Поесть бы чего-нибудь да спать завалиться. Думаю, денек предстоит сумасшедший. Ну а что, для полного погружения в героический образ осталось только спасти прекрасную даму и победить зарождающееся мировое зло. Ухмыльнувшись собственным мыслям, я улегся, сунул под голову подушку и сразу же провалился в сон. Сияние разгулявшегося ночью не на шутку я даже не заметил. Редактор субтитров А.Семкин